ДРАЗЗА ЗВАМ МЫЗДВРЫ И ЛАВИ КНИГАЧЕЙ ТОЖЕ С ВАМИ Мы закончили с вами на том, что играли в эту фиговую игру, и тут у нас глаз! Я не знаю, чей это глаз! Честно говоря, я не хотел бы встретиться с этим существом, если это не один только глаз. Погоди, может это Даркай? А чё, почему бы и нет? В этом суть. Слушай, слушай, секунду. Что? 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 Вы точно на записи её разбивали? Конечно! Я всё помню, всё нормально, всё сохранено там, где надо, я точно знаю. Действительно, ребят, суть тут в том, что после этого, после того, как мы поиграли, мы же тут немножко задолбались в последних двух сериях. И мы, короче, просто закончили на том, что мы на черта не понимали, что нам делать. Поэтому мы потом ещё посидели и попытались понять, что делать дальше. Вот. И мы даже это поняли. А именно мы поняли то, что можно выбраться наверх. Мы наверх ещё не выбирались. Угу. Наверх вон там, слева. Да-да-да-да, вот-вот, это великолепная верёвочка. Великолепная четвёрочка. Чётвёрочка. Ты же смотрела великолепную четвёрку? Да, смотрела. А ты всё смотрела, молодец, молодец. Да я по джетиксу что только не смотрела. Ну, мало смотрела этого, у Железного Человека. У Железного Человека я тоже мало смотрела, мне как-то средненько. Там мандаринчика видела? Да, видела, помню. Мандаринчик. Припоминаю с этими перснями. Ты при чём это самое? Ты себе не представляешь, что было, когда я фильм увидел по Железному Человеку, там, где был мандарин. Он был вообще другой. Он был что-то вроде исламистским террористом. Да. Мандарин-исламистский террорист. Ух ты шьё! Это очень странно было. По-моему, персни у него тоже были, но чисто так, для вида. Это было что-то очень странное. Мандарины сделали очень странным. Потом там был ещё один сюжетный поворот, который не буду рассказывать, потому что боюсь спойлеры для наших дорогих зрителей. Слушай, я точно помню, что нам нужно... А, его нужно выкопать точно, всё. Да-да-да, я вот припоминаю его тоже. Помнишь, как надо достать? А как достать? Это что такое? Я не хочу убивать его. Не хочу убивать, только для того, чтобы убить потом. Знаем мы тебя. Не надо нюхать призрачный огонёк. Он такой противный. На снюх. На снюх. На снюх. На снюх. Да. Помнишь, что дальше? Помню, его куда-то туда надо вставить. В зверя. Врезать. В червя. В это самое. В каменного червя. Ага, вложить. В подвинуть. В подвинуть. Извини, извини, извини. Голова растения направлена прямо в глаз через горло червя. Во! Теперь нужно его сжечь! Как сейчас помню! И урода! Шки! Кажется, я совсем сошёл сюда. Но, тем не менее, он это делает. И мы его убили. Причём я вообще не понимаю. Мне кажется, он ушёл, честно говоря. Знаешь, когда мы в первый раз это делали, у меня было впечатление о том, что глаз стал таким чёрным. Глаз стал чёрным, глаз был уничтожен, он умер и всё. Сейчас у меня такое впечатление, что нет, что это коричневая хрень, это вообще стена. И учитывая, что это стена, она нам никак не нужна. Пошли дальше, короче. И мы что-то до сих пор можем сделать с зеркалом, кстати. Да забей на зеркало! Короче, я знаешь, что помню? Да, надо вертеть статуэтку с помощью Нурия. Это я помню. Нам нужно, чтобы эта статуэтка показывала... Помнишь, там было во, вот так вот, вот так вот. И пошли туда. Пошли, пошли. Это, слушай, а мы брали масло? Вот это экранчик. Нет, не брали. Давай масло возьмём, да. Вот это я тоже помню. Нет, просто, ребят, реально, вы там не думайте, что мы там дофига всё посмотрели, просто реально. Так я задолбался с того, что мы ничего сделали. К сожалению, фитиля не хватает. Это я не могу сошлись, к тому же, это не слишком удобный сосудик. Да, удачный вроде бы, или удобный всё-таки. Я дальше уже стал придумывать, и все, когда не успеваю прочитать, я начинаю придумывать, что он сказал. Да, что ты там, буржу, вместо фитиля-то использовал, а? Да какого фитиля-то, чё, нужно залить это в бурдюк? Я забыла. Буль-буль-буль. Масло из масла. Ага, стрёмно вывлезет. Бурдюк с маслом для лампы. Давайте пить его в фанглари. А, мас-ля-ч-ка-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Правой кнопкой мышки забыла. Изуседни. Странный механизм. И я помню, сюда можно было вставить этот путевой кристалл. Путевой? А, этот наш! Призма! Призма! Да не в колесо. Выше. Ты его положил на место. Давай, давай, давай. У тебя получится. Подставочка. Наверное, чего-то не хватает, я знаю. Для полноты картин. А, так. Ага. Я помню, я еще с самого начала, еще до того, как мы начали ставить этот, собственно, кристалл, была такая проблема, что я никак не мог понять вообще, что, собственно, ну, что надо. Я с самого начала начал ссуать наши всякие предметы. Туда, по-моему, чуть ли не все предметы можно засунуть в эти проклятые отверстия. Это так странно. Но потом я увидел, что здесь нарисован жучок-паучок и орел молодой. Я потом понял, что это же стрекозел! Да-да-да. Типа жук и он летает. Да. Рядом с каждой нашей нишей есть два символа. Хочешь, я читать буду? Ну-о-о. Ладно-ладно, давай, справляйся. Работай. Рядом с каждой нишей есть два символа. Так. И вставляем эту, собственно, стрекозу. Ниша! Подбежал-то! There we go. Ну вот. Да, а если вставить неправильно, она, соответственно, не... Не будет закрываться этим красивым силовым полем. Да. По всей причине нам необходимо вертеть колесо. Подсказка будет показываться каждый раз новая. Теперь мы видим воду и огонь. Когда я налью масла, этого было недостаточно. Как вы сейчас и увидите. Надо его поджечь. Только не жги сразу. Нашим огнивом. Да, да, да. Нужно сначала его налить. Знаю, 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 где оно только. Вот оно. Причем здесь, кстати, каменная летучая мышь, я вообще, кстати, не понимаю. Взять его обратно, кстати, тоже можно. Вот это не особенно прикалывает. Впитать его нашей губкой. Бжик! О-оу! Попробуй заценить его, горячее масло. Интересно, что он скажет. Горящая жидкость. Ой, как, моя милота! Давай следующий подсказон. Потому что я, кстати, не знаю, что следующее. Мы следующее не делали. Лунный камень. Лунный камень. А, ну это как раз каменная летучая мышь. Думаешь? Да, лунный камень, чё? Типа... Нет, я не прав. Да, я поняла, как ты это трактовал. Ну, ночная летучая мышь каменная. Ночное, то есть, создание такое страшное. Да, 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 да. И оно... Камень. Ага. А ты что думаешь, как правильно? Так, это надо подумать. Не-е-е. Что у нас вообще есть? Может быть, у нас там нет ничего? Ничего у нас нет. Ночи... Камень. Башмак суй. Сойдёт. А уж, башмак, да. Обязательно. Этот, как его? Фонарь починенный. У нас ничего нет, я думаю. Да. Эх. 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 А, покрути, да, точно-точно. А, фонарь, кстати, засунь. О, получилось. Видишь? Всё чётко. Фонарь. Я не знаю, в чём дело. Даже не спрашивай. Даже не думай меня спросить. Да уж. Всё, наука это нам не объясняет. Подожди, но наука нам не объясняет так же и то, что почему мы всё вставили и нихрена не работает. Это я даже не думаю, что нам поможет. Да, толку-то никакого. Попробуй нажать на... Не знаю, на куда-нибудь. Да не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. На центр. Да не-не-не-не. Или да. Молодец. Всё было настолько просто. А-а-а, это врата открываются. Я думала, он сейчас всё рассыпется и Герона нахрен раздавит. То, что надо. Скорее, Нури, у нас получилось! Быстрее, Нури, не надо! Всё, иди вперёд. Она останется здесь навсегда. Чёрт, вон он сейчас толкнёт его! Давно не виделись, Герон. Ты опоздал. А врата феи открыты. Нури вернётся домой, и ты её никогда не увидишь. Сколько мудрости в своих словах! Сколько надежды! Думаешь, мне придётся признать поражение? Откуда он знает, что это этот самый пророк? Он думает, что он помощник пророка, потому что там сказали те твари. А, помощник, точно, я понял, ладно. Злые феи, или как они там? Я понял, всё хорошо. Падши феи. Ладно. Осквернённые феи. Ещё скажи, развращённые феи. Развращённые злом. Так. Зло! Зло! Меня-то не надо только сейчас. Развращать зло? Развращать зло! 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 Почему ты работаешь на пророка? Кар-кар-кар-кар. Ты и есть пророк. Я впечатлён так давно. Никогда не перестану удивляться. Как сны становятся реальностью. Как нити судьбы переплетаются. И новая пелена появляется во времени. Я стою на берегу. И приближается тень. Чё он несёт? Тень становится мечтой. Мечта становится кораблём. И когда я вижу его корабль, время. И нас днём затяна в тринадцати роги. Гигант, прикованный к штурвалу, смотрящий. А всё кругом. Это арфа. Нурия. Для чего это всё? Чего ты хочешь? Я не хочу умирать. Но ты черноволосый. Ты принесёшь погибель. Всем нам. Хватит уже. Ты не можешь знать всего. Это правда. Но ты знаешь, что ты делаешь. И ты готов оберечь свою любовь на вечные страдания. Отправить её домой, где для неё нет ничего, кроме одиночества и страданий. Как же так? А мы просто пойдём с ней вместе, и всё будет зашибись. Был изначальный план, ты балван. Нурия должна вернуться в свой мир. Это единственный выход. И я отправлюсь с ней, чтобы защитить её. Как благородно. Она когда-нибудь говорила тебе о своём? О сумасшедстве королевы. О страхе и запустении. О медленной смерти некогда прекрасного мира. Ты правда хочешь отправить её туда? Мне надоели твоё усещрение. Нури! Иди скорее сюда. Фангларий ждёт. Почему ты не слушаешь меня? Почему ты не слушаешь его? Ты пропустил моим предостережением мимо ушей? Нури! Вороны есть, пророк! Мне надоела твоя ложь. Ты хочешь увидеть тьму, из которой я пришла? Нури, я... Тогда смотри. Получи ублюдок! НЕО! Конец! Нам удалось его избежать. Идем, маленькая фея. Больше не надо злиться. Что мы будем делать, Вол? Я отведу тебя, Карфин. Там ты наконец снова сможешь творить магию. Ты правда птица-человек? Ловек. Да. О да. Птица-человек, да? По-моему, да. Ну, птица-ложи. Ну да. Ха. Ты. 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 Ну, фрагмент сна. Ты распространишь смерть, чё-то такое. Или не распространишь. Как он в прошлый раз говорил, короче, и так сойдет. О, чёрт! Проклятие. Это дреной ворон. Ни этого не должно было произойти. Я вечно приношу всем несчастье. Ох. Что теперь? Нури! Я должен вернуться. Я должен выбраться отсюда. Отсюда нет выхода. Врата закрыты. Кто это? Я? А другие врата недоступны. Ох, отсюда нет выхода. Всё, абсолютно всё запрещено. О, нет. Это Йода. Хотя нет, он не похож. Он мне почему-то его напомнил, потому что он мелкий и говорит странно. Но, конечно, больше это похоже на какую-то слепую восьмилапую землеройку. Оно реально восьмилапое, кстати. Это стрёмно. Оно ещё и с когтями на всех своих восьмилапах. Мне кажется, что у этой твари один глаз. Почему шести? А представь себе, если у неё, у этой хрени, ещё две лапы с другого боку. Мне кажется, дело в этом. Я думаю, у неё вообще глаз нету. Это, мне кажется, один закрытый глаз. Да. Я только сейчас это поняла, когда ты это мне сказал. Угу. Ага. Охренительно. Честно говоря, мне немножечко было бы даже... Я был бы даже не против в этом моменте поиграть за Нури. Но, учитывая то, что Герон попал в этот интересный мир, это тоже очень занимательно. Да. Ты что, ублюдок? Что ты? Вот меня больше что интересует. Что ты? Что ты такое, о дьявольская хрень? Фекс, помоги, кто или что ты? Я овестник погибели. Ох, мне так стыдно. Что? О чём ты говоришь? Я причинил вред стольким существам, поглядывая тут, подсматривая там. Но что ещё мне было делать, когда хранить... Как хранителю врат? Ты хранитель врат-фей. Ты чуть не убил нас своим взглядом. Но я не хотела этого делать. Я просто ужасно любопытна. Я хочу посмотреть, потому что всё такое симпатичное и цветное. Не может быть. Охренительно! Вот, конечно, эпизодические персонажи меня здесь совсем-совсем-совсем радуют. Только зацени. Во-первых, оно реально восьмелапое. Во-вторых, так вот почему у него один глаз. В-третьих, именно эта тварь всех обращает в хамить просто потому, что ему всё прикалывает, и он любит на всё смотреть, и он старается с тобой бороться, но он не может, потому что всё прекрасно, и он сейчас всё убьёт. Ё-моё, грёбаных родителей врат. Это, конечно, самая забавная хрень. Ага. Что за другие врата? Ты сказал, что... Что-то про другие врата. Другие врата, да. Но входить туда запрещено. Скажу, где эти врата? Они... Они... В палатах сновидений. Но никто, кроме королевы, не может ходить туда. Она запретила. Почему королева запретила ходить к другим вратам? Нет, нет. Я больше ничего не скажу. Держи глаза закрытыми, и всё кругом темно. Он упорот. Мышь работает? Работает. Ага. Он старается на нас не смотреть. Он очень старается это сделать. Он такой красивый герой. Я не могу сдержаться, чтобы не посмотреть на твою прекрасную, красочную, красоту. Милый геройчик. Милый геройчик. Ой. Странные эти все твари. Эти фигурки. Фигурка из света. Давай врежем по ней. Она состоит из чистого света, он говорит. Гениальные новости. Спасибо, Герон. Я сам не понял. Она что-то шепчет. Кажется, она ищет свою дочь. Что? Так много фигурок. Это свет мертвых. Они шепчут, как призраки. Схуй это придумал. Эй! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Кто-нибудь может сказать, как отсюда выбраться? Нет! Потерялся? Выход есть всегда. Герон медленно сходит с ума. Одиночество его добивает. Немедленно. Стремительно. Просто он так с собой говорит. Потерялся. Выход есть. Всегда. Интересно, для чего это отверстие? Чтобы слушать. И отойти обязательно. Все тихо. Эл штукерун. Эл штукерун. Эл штукерун. Врата. Я провалился сюда. Что бы это ни было, это не путь назад. Я должен найти портал в палатах сновидений. Что это за хреной наторчит? Неинтересно. Вот это вот. Да, да, да. Глаза стика правда смотрел через эту штуку на болото. И все, что он видел, превращалось в камень. Ё-моё. Так вот. А, так вот. Вау. Я, кстати, не понимал, что дело в этом. Совсем не понимал, что дело в этом. Удивительно. Просто удивительно. Раньше оно, может быть, работало, но, боюсь, я его сломал. Жалко. Ну, кстати, он и так мог смотреть. Ну, ладно. Мы можем еще что-нибудь сделать с глагастиком? Оставь меня. Ну, ладно. Этот миленький пушистик чуть нас не убил. Ну, как можно сердиться на этого бедолагу? Почему колодец покрыт льдом в такую жару? Потому что сейчас зима. А, ну ты странный. Да вы все страны с вашими сутветочками. Почему? Да, я на другую кнопку почему нашла. Я не понял, но просто они сволочи. Че у нас есть в инвентаре, кстати? Может, поджечь колодец? Ладно, потом. Да, мы попытаемся уйти. Смотри, какое все странное. Эй, ты! Где? Кто? Кто? Кто ты такой? Чего ты здесь забыл? Откуда ты здесь взялся? Говори. Это совсем странный мир. Я че угодно ожидал, только не этого. Происхождение. Слушай, ну блин, ну пока все прикольно. Если мы, конечно, сейчас опять на три часа не застроим на этих экранах. Угу. Происхождение, намерение, имя. Что мы выберем? Наверное, наверное, то есть он говорит, кто-то такой что-то здесь забыл, откуда ты взялся. По порядку, может? Меня зовут... Нет! Я лучше сразу отведу тебя к королеве. Идем! Нет, я! Никаких разговоров! Пошевеливайся! Отвел один такой. Даже глазом не повел. М-м-м! Боже мой, что с этой королевой? Ваше Величество, моя королева, свободный дух, правящий над свободными духами. Я нашел этого незнакомца в Великом Зале, и я привел его немедленно к Вашему Величеству. Потому что только вы знаете, что делать. Черноволосый мальчик. Все в порядке, Страж, он сделал правильно. Черноволосый, почему вы называете меня так? Птица-человек предвидел прибытие черноволосого. Но всезнающий не открыл нам, какую судьбу мальчик принесет ней рутвение. Птица-человек. Тихо! Мы не позволяем ему говорить. Ли. А. Хм. Почему всевогущий птица-человек предупредил о нем? Он может принести погибель, но вдруг он принесет и новое начало. Что же нам с ним делать? Затащить его? Изгнать его? Убить его? Или оказать гостеприимство, пока мы не сможем понять сны премудрого? Эээ, мир упоротых, мир Нури. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Точно, она ж больная. Это самое. Да смотри, когда она смотрит куда-то в экран. Э-э-э-э. Типа, знаешь, вот тут Герона, она такая... Куда совсем, никуда пяльца Причём Герон, кстати, стоит прямо напротив ее уха Ему можно сейчас хорошенько прикрикнуть Гостеприимный арест, забавно Возмутиться, молчать Молчать, кстати, это интересный вариант Это действительно интересный вариант Потому что бывало такое А, я вспомнил откуда это, я помню из какой-то игры Было такое в Готике, причём в первой Готике Когда припираешься в этот самый, в болотный лагерь Там полно гуру А с ними нельзя говорить, пока они тебе не позволят с ними говорить И поэтому, если они тебе что-то говорят Или не тебе что-то говорят В общем-то, там есть вариант молчать То есть, что-то там, не заговорить с ним первым Хрень какая-то, короче, я уж не помню, как правильно Короче, иногда там не заговорить, это правильный вариант Вот, потому что в Готике там ещё Всегда важно что-то сказать именно такое, а не другое В этой игре ни хрена не важно, это я знаю В общем, молчать это может быть правильный вариант Такое ощущение, что мы где-то, не знаю, в стране чудес Без дураков? Да Или из дураков? Нет, погоди Не знаю И конец света? Погоди, там была без дураков? Чего? Страна чудес? Без тормозов! Ёп, простите Не, это вам ураками, ураками что-то совсем своя Да-да-да Да А я помню, без чего-то, без каких дураков, без тормозов Вот что там было-то Понятно Ну чё, куда ж макать-то? Сама не знаю, молчать Я бы Гостеприимный арест? А, вернуться в свой мир, возмутиться Мол, какого чёрта-то, кровелый Совсем вред Что ты сказал мне, молчайте Эй, ты кто такой, ты этого, только знаешь Типа того Ага, ага Ну что выберем-то? Молчать По старой памяти Мы позволяем ему говорить Спасибо, я могу пафосно промолчать и на это, но не буду Так уж и быть Да, можно В этом случае я соглашусь быть вашим гостем Я смогу ходить, где мне вздумается, да? Да, он должен считать это щедрым даром Черноволосый сможет ходить во многие места и изучать множество вещей Но он может воспользоваться своими знаниями, чтобы потом сбежать Или он будет шпионить за нами и сможет накликать на нас предсказанную погибель Я не понял, но давай попробуем ее успокоить Она вообще так говорит, что я не очень понимаю То есть я понимаю, типа Да, он может, но он не сможет И что ты хотела сказать? Блин Я не шпион, я просто хочу выбраться отсюда Мы так и знали, ему не нравится наш пиво Несмотря на то, что тут все в порядке Все подчинено нашей воле Нет, я не это имел в виду Просто я сейчас должен находиться в другом месте В таком случае он не будет нашим гостем Не знаю, жмякни куда-нибудь Почему он не говорит? Может, нужно ее замолчать до смерти? Не знаю Если только это останется, конечно Попробуй замолчать ее Он должен прекратить молчание или Пусть заговорит, если он не хочет наказания А, черт Да, все-таки так Куда еще мы должны жмякнуть? Вернуться в свой мир было? Нет Пожалуйста, Ваше Величество Отпустите меня в мой мир Я должен спасти кое-кого Кто много для меня значит Это судьба одного единственного существа Наши решения определяют судьбу целого мира Но она фея, прямо как вы Фея В твоем мире Тот, кто покинул этот мир Больше не фея А я приперся в этот мир Может, я фея? Крылья дай Ты Переевое существо Тогда отпустите меня, Ваше Величество Обратно в мой мир Невозможно Врата ведут только в Ниру Твену Никогда обратно Но гласастик сказал, что есть вторые врата В палатах сновидений Неужели? А коль Лунк в конце обнаглел Не может сдерживать свое любопытство И предает нас слабоблудие А он черноволосый смеет спрашивать О запретных палатах? Ваше Величество Я просто хочу Пусть молчит он Что должна случиться с черноволосым Моисной Туманной? Как не решить? Невыполнимое задание Хотя Почему бы и нет? Он решит свою проблему сам Да Выслушай наше решение Вызов, который бросил ему судьба Будет представлен тремя Невыполнимыми заданиями Если он сможет выполнить их Мы разрешим ему доступ в палатах сновидений Невыполнимые задания Что это? Молчать Если ему суждено покинуть Мэру Твену Он сможет совершить невозможное Судьба Никогда не влет Знаешь, у меня такое ощущение Что сейчас задание будет что-то вроде Первое, словить птицу Второе, съесть булку А третье, искупаться в воде Ага У него непереносимость булок Это вряд ли Ну ладно, одно выполнимое Значит А птицу же он умеет ловить Да он придурок Ты помнишь, как он птиц ловил? Ну да Вот никак он их не ловил Он обвалил на птиц пол камина Ааа, припоминаю И убил их всех А я понял, что он их убил только через три дня Помнишь? Так он же вроде не убил их всё-таки В том-то и дело, что его, видимо, послали и сказали, что он ублюдок И ты наслал на нас несчастье, видимо, именно потому, что он прибил пару ворон Или одну ворону Хмм, может, одну, не знаю Хм, короче, понятия не имею Я вот сам это понял, только потом Ну ладно, что там за задание? Три задания таковы Он должен принести нам яблоко из сада Он должен создать нашу статую в полный рост всех шести цветов радуги И поставить её тут Он должен заставить статую слепого птица-человека смотреть на нас Как только все здания будут выполнены Он сможет пойти в палаты сновидений Пусть теперь думает о своей судьбе Бей Статую Я уже думаю, её в статую превратить Стой! Что? Тридцать две минуты? Да Ну, увидимся в следующий раз Только поверли Герона к нам лицом, а то он стоит А не жопой, да Да Это важно Только он не хочет Вот так, всё, вот так Ну, так тоже можно Вот Норм Он смотрит на балконы и думает о своей ничтожной участи Или показывает нам руку Тоже вариант Спрятался? Да Бай-бай Би Субтитры сделал DimaTorzok